В Ковылкинском районе 25 июня сотрудник аварийно-спасательной службы предотвратил трагедию на водоёме. Рабочий день начальника Ковылкинского спасательного поста Сергея Мелёшкина начинался, как обычно, с планового патрулирования. На водоёме он заметил купающихся ребят, и тут Сергей увидел, что один мальчик начал тонуть. Спасатель ни минуты не колеблясь, нырнул в воду и вытащил его на берег. 13-летний Никита оказался в безопасности. Как рассказывает Сергей Мелёшкин, в этом водоёме очень резкий переход с мелководья на глубину, и парень просто не ожидал этого. Шагнул, а дна уже и нет. Вот и наглотался воды, начал тонуть. Никиту забрали сотрудники скорой медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает. 24 июня 2022 года в 23 часа 6 минут в пожарно-спасательную службу Инсарского района поступило сообщение о пожаре по адресу. Село Ямщина, улица Кирова, дом 2, в хозяйстве мужчины, 1959 года рождения. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение внутри неэксплуатируемого строения по всей площади. Пострадал один человек, мужчина 1959 года рождения, хозяин дома. Он получил ожоги первой, второй, третьей степени, ожоговый шок. Госпитализированный в больницу. По словам местных жителей, мужчина вёл асоциальный образ жизни. В результате пожара повреждено строение жилого дома на площади 80 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 71-м километре автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево в Ковылкинском районе около 10 вечера 43-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. С различными травмами водитель госпитализирован. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В 10 часов вечера на улице Заводской в Кадошкино 16-летний школьник сел за руль в Азовской двенашки и сбил 18-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Мордовия установили женщину, которая подозревается в дистанционном мошенничестве. Осенью прошлого года в дежурную часть обратился 50-летний местный житель, который сообщил о хищении у него 5000 рублей. По словам потерпевшего, на сайте бесплатных объявлений он нашел сообщение о продаже мобильного телефона. Продавала его женщина. Мужчина написал ей, она пообещала отправить смартфон с другого региона. При этом покупатель перечислил предоплату. Однако в назначенный срок товар не пришел, а злоумышленница перестала отвечать на сообщение. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ее личность. 25-летняя девушка была задержана по месту жительства в городе Ярославле и доставлена в Мордовию. Стоимость продажного авида была 5000 рублей. Кто-то обращался по данному объявлению? Мы обращались. Человек с вашего города, он попросил меня перевезти, отправить ему телефон. Он оплатил. Как именно? Переводом на карту. Получается, вы деньги получили за продажу телефона, но телефон оставили себе при этом? Да. Вы осознаете, что это противозаконно? Нет. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело. Признаком преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество. Расследование уголовного дела продолжается. Жительница Старошайговского района подозревается в хищении семи бутылок алкоголя у соседки. О происшествии в полицию сообщила 75-летняя жительница Саранска. Она обнаружила пропажу трех бутылок водки и четырех бутылок самогона, когда приехала в свой дачный домик в селе Новотроицкое. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна ее 48-летняя безработная соседка. Она неоднократно бывала у потерпевшей в гостях и знала, где та хранит алкоголь. Однажды, проходя мимо дома, женщина руками отломала металлическую решетку на окне и залезла внутрь. Забрав алкоголь, также через окно выбралась наружу. Похищенное она употребила вместе со знакомыми. В настоящее время в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». И избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За незаконное хранение марихуаны житель села Ефаево приговорен к условному сроку лишения свободы. В марте запрещенное вещество в его доме обнаружили оперативники районного отдела полиции. По словам мужчины, дикорастущую коноплю он собрал минувшим летом для личного употребления. Согласно проведенной экспертизе, общая масса изъятого составила более 172 граммов. По приговору суда местному жителю назначено наказание. В виде трех лет лишения свободы условно. В Саранске полицейские разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину. Четвертым отделом полиции по городу Саранску устанавливается местонахождение без вести пропавшего Завьялова Павла Васильевича, 1952 года рождения, который 23 июня ушел из своего дома по улице Победы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 76 08 80 или 102. В Инсарском районе разыскивается Евдокея Константиновна Акимова, 1940 года рождения. 18 июня в 8 утра она ушла из своего дома в городе Инсаре в направлении села Кочетовка Инсарского района. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Акимовой, просьба сообщить по телефону 38 59 32 или 102. Субтитры подогнал «Симон»!